МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С медалями вернулись и наши пятиборцы на национальном первенстве в Москве. Ижевчанин Максим Кустов впервые в истории современного пятиборья Удмуртии стал чемпионом страны и отобрался на мировое первенство. Оно пройдет в Польше в конце августа. Набирает обороты футбольный турнир во 2-м российском дивизионе. Ижевский «Зенит» очередной сезон начал более чем уверенно. После трех туров команда Игоря Менщикова идет в группе лидеров. Обоснованность своих намерений побороться в этом году за путевку в ФНЛ наши футболисты подтвердили в домашней игре против Тольяттинской «Лады». Дмитрий Вороновнин, свидетель. Одна из самых горячих и громких точек поддержки ижевчан на трибунах. Фан-сектор «Зенита» традиционно все 90 игровых минут не жалеет голосовых связок. А особенно старается заводила этой шумной компанией. Иван Малетин. И он, и его товарищи считают, сезон их любимцы начали лихо, несмотря на мелкие недочеты. Несыгранность прежде всего бросается в глаза. Почему так считаешь? Ну, новички, то есть как бы еще не успели сыграться друг с другом. Но это все исправимо, еще весь сезон впереди. Да, конечно. Весь сезон впереди еще успеют. А какой результат для болельщиков, для вас будет таким, что вы скажете, да, этот сезон классный получился? Выход в ФНЛ. Игра против «Лады» порадовала всех ежевских болельщиков. Игорь Менщиков выставил в стартовом составе сразу пятерых атакующих футболистов. И неудивительно, что большая часть матча прошла при подавляющем преимуществе «Зенитовцев». Правда, пресловутая несыгранность еще дает о себе знать. В сезон эта команда только вкатывается. Я ожидаю улучшения игры команды. С каждой игрой ребята притираются друг к другу, сыгрываются. И приходится сыгрываться уже по ходу чемпионата. Я думаю, ребята у нас опытные, достаточно эквалифицированные, должны с каждой игрой показывать все лучше и лучше. Этот матч «Зенит» выиграл 2-1 благодаря голам Алексея Жданова и Олега Полякова. Очень важная победа, которая, как считают тренеры, должна придать уверенность футболистам. Появится у ребят уверенность, и на выезд нам легче будет выезжать в Челябинск и дома потом Мишка Ролу принимать. После трех проведенных матчей в активе «Зенита» 6 очков. Лишь три пункта до лидера турнира Челнинского «КамАЗа». Очередную игру ижевчане проведут в четверг в Челябинске против одноименного клуба. А вот футболистки Ижевского «Зенита» и вовсе сейчас возглавляют турнирную таблицу первенства страны в первом дивизионе. После нулевой ничьей самарским клубом ЦСКА ВВС подопечный Андрея Гулакова стали лидерами турнира. На их счету 4 очка. А следующий матч наша команда проведет 9 августа в Казани против местного «Мираса». А теперь новости велоспорта. В Челябинской области прошла летняя спартакиада молодежи России, на которой тоже очень успешно выступили. Наши маутинбайкеры. У них 5 наград и 3 из них золотые на счету ижевчанки Анны Коноваловой. Одна победа есть и у Стаса Антонова. В его активе также одно серебро. В общекомандном зачете сборной Удмуртии третья. Кстати, и Анна, и Стас в конце августа будут представлять нашу страну на чемпионате мира в Норвегии. А в Португалии на первенстве Старого Света по велоспорту на треке отличился гонщик из Воткинского района Виталий Ившин. В паре с Николаем Ильичевым из Санкт-Петербурга он завоевал золото в гонке Медисон. В командном первенстве сборная России тоже стала первой. К другим темам. Мы за здоровый образ жизни. По таким девизам в Ижевске стартовал первый республиканский профсоюзный велопробег. Его участникам, а это в основном были работники крупных промышленных предприятий Удмуртии, предстояло преодолеть в течение двух часов около 35 километров пути. И цель веломарафона – пропаганда спорта. Начальник бюро завода «Купол» Сергей Никифоров еще раз проверил, как накачаны колеса, смазаны лицепь. Железный конь должен быть готов на все 100% дальней дороги. Впрочем, готовы должны быть к велопробегу и сами гонщики. Они все, несмотря на загруженность на работе, тренируются практически каждый день. Мероприятие нужное, значимое. У нас сейчас очень активно развивается велотуризм, просто велосипедный спорт. Очень много велодорожек в республике. Это приятно просто сознавать, что многие люди просто пересаживаются с машин на велосипеды, соответственно, меньше пробок становится, больше курица. И настроение улучшается, когда приедешь ты какое-то определенное количество на велосипеде. Самое главное, чтобы мы могли этим самым подразумевать норм КТО, которые снова возрождаются. Это здорово, прекрасно. Я думаю, что мы на эти мероприятия, может быть, невероятно, мы будем разные виды спорта. Аудитория этого велопробега, кстати, что ни на есть спортивная. Заводчане любят спорт и хотят увлечь этим и других жителей республики. Проехали где-то в общей сложности 30 километров. Ну, знаете, драйв, кураж, взаимопомощь. Атмосфера стоит такая, что прям заряжает дальше. Не страшно никакие ни горки, ни овраги, вообще ничего. И поддержка друзей рядом, свои товарищей. Ну, приятно идти в одной колонне с друзьями, с такими же нерешниками. После финиша участники велопробега не разошлись. Их на комплексе Кулаковой ждали еще спортивные мероприятия. Эстафеты, фигурное вождение, а также творческие конкурсы. Ну, а на следующий год организаторы, кроме велопробега, хотят провести еще и турслет. Это все новости спорта. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова